привет вы на канале олег ас и мы с вами давно не ходили в музеи хотя я обещал вас знакомить с интереснейшими коллекциями и вот сегодня мы пойдем с вами в киевский музей харли дэвидсон и я уверяю что здесь вы увидите такие вещи которых никогда в жизни не видели и это никакая не ирония здесь за этими воротами находится одна из крупнейших коллекций харли дэвидсон в европе идемте смотреть вот собственно ребята мы находимся внутри это игорь владелец основатель и вдохновитель этой коллекции до добрый день игорь кратенько можете рассказать как вообще возникла идея собирать харли дэвидсон и как давно это вы этим занимаетесь идея очень просто мне просто нравится красивый мотоцикл марка номер один в мире это общепризнанный факт это харли дэвидсон поэтому естественно мой выбор пал на харли дэвидсон а как давно вы начали собирать я сам очень давно езжу на мотоцикле и именно на харли дэвидсон поэтому первым мотоцикл у меня появился более 15 лет назад потом 2 3 потом я увидел на ebay продажу старого красивого мотоцикла никогда не думал что они такие красивые те которым по 30 по 40 по 60 по 70 лет мне показалось они красивее даже тем чем те на которых мы сейчас ездим и захотелось купить один один для того чтобы он украшал мой гараж потом это переросло уже более масштабный проект их стало целых два а потом три а потом 10 потом 15 потом и пошло поехал дальше собственно говоря как любое спонта хорошее дело все было спонтанно но у вас тут именно не гараж то есть не собрание старых мотоциклов у вас именно музей вот как вы пришли к идее того чтобы оформить эту коллекцию именно в музее до количество мотоциклов любое количество мотоциклов это не значит музей музей отличается от обычного гаража тем что в нем уникальный экземпляр тех которых выпущено минимальное количество тех которые выпускались год по года не знаю два года тех которым 80 190 не знаю 100 с лишним лет вот те экземпляры которых мало вот это есть коллекционный экземпляр и очень важно состояние мотоцикл должен быть именно в музейном техническом и визуальном состоянии ну абсолютно верно у вас здесь все в принципе в таком а где вы их находили то есть это из украины мотоцикл или с других стран география очень обширная если взять например по очереди этот мотоцикл который является самым старшим здесь и коллекции ему более 100 лет он куплен в америке санта-моле следующий мотоцикл jd ему порядка 100 лет он 29 года выпуска 81 год ему 91 год извините на сегодняшний день он куплен англии следующий мотоцикл он куплен швеции vl военный мотоцикл он в этом состоянии куплен бенгрии америка дальше ну одним словом по всему земному шару если так можно сказать то есть вы специально следите на каких-то сайтах за тем что когда появляются такие экземпляры и приобретали их именно для формирования этого музея да есть сайты есть форумы где общаются коллекционеры вот редкие модели редкие экземпляры они не доходят до свободных торгов они продаются быстро и продаются дорого окей то есть вы как бы сформировали какую-то коллекцию а как вот возникла идея именно оформить ее в музее и начать ее показывать людям было бы глупо хранить и наслаждаться одному такой красотой это должны видеть люди потому что действительно очень красиво абсолютно верно и грамотное решение давайте немножко поговорим собственно самих экземплярах потому что но у меня разбегаются глаза они все настолько разноплановые и вот видеть например мотоцикл которому но 109 лет но это вообще неимоверная штука потому что нами на это один из самых старых мотоциклов на территории украины безусловно я думаю что так оно и есть мотоцикл этот дедушка ему уже действительно 100 и в этом году будет 109 лет до 12 года выпуска вот уникальный экземпляр я думаю их осталось в мире на пальцах не знаю 1 2 3 рук можно пересчитать более того его уникальность в том что головка цилиндра и главные передачи под одним номером то есть от мотоцикл если и ремонтировался разбирался любом случае он находится в оригинале что вообще большая редкость на нем еще лампа цитиленовая цитиленовая лампа да там фитиль он поджигался закрывался и собственно говоря вот таким вот образом освещалась дорогу да супер просто состояние он в таком исполнении прибыл сюда да безусловно он приехал таком исполнении мы его осмотрели мы его завели вот попытались даже пару метров на нем проехать это на самом деле очень трудно это как играть на скрипке как я шучу потому что абсолютно непривычная для сегодняшнего скажем так уровня все рычаги все элементы управления вот но тем не менее пару метров удалось проехать ну и это в принципе по моему вторая модель до в линейке harley да да это вторая модель после той легендарной модели велосипеда на который был интегрирован двигатель внутреннего сгорания да это фактически мотоцикл модельного ряда номер 2 следующий экземпляр тоже в принципе уникальный насколько я вижу это по моему первый в твин да да это первый v-образный двигателем двухцилиндровый v-образный двигатель я вначале сказал двадцать девятого извините оговорился 23 года до 23 года ему фактически 98 лет практически да это самый дорогой моему сердцу и этому музею экземпляр не по цене не по деньгам потому что именно с него началась эта коллекция именно его случайно я увидел в интернете он продавался в англии продавался каком-то абсолютно незнакомым небольшом городе который я даже не слышал раньше я набрал своего приятеля который прекрасно разговаривает на английском языке и говорю давай попробуем связаться пообщаться обсудить какие-то детали он говорит да конечно проблем нет у меня говорит друг в англии живет я ему наберу может быть он посоветует ну набрали друга обсудили оказалось этот друг живет именно в этом городе в котором находится этот мотоцикл говорит ты знаешь я сейчас на обед вышел вернусь через 40 минут у меня горит этот адрес прямо под окнами нашего офисного здания подойду посмотрю и уже через час-полтора у нас тогда еще по скайпу была конференция с хозяевами этого мотоцикла мы договорились о цене договорились об условиях вот и уже через пару дней мы выкупали выкупили этот экземпляр собственно говоря вот такой случай такое совпадение и зажгло зеленый свет скажем так создание созданию этой коллекции ну такие конечно уникальные случаи бывают редко потому что за остальными на она приходилось охотиться до по разному до были экземпляры которые не удавалось купить были экземпляры которые удавалось купить очень быстро и легко и недорого даже так но одним словом вот этот вот мотоцикл джейди 1223 года выпуска он действительно положил начало этой коллекции а следующий экземпляр это модал дик до модал дик который в принципе является наверное ну наверное самым редким экземпляром в этой коллекции потому что их выпущено всего четыреста шестьдесят пять штук он отличается только объемом двигателя от своего брата объем двигателя здесь 500 кубических сантиметров огромное количество было выпущено порядка 6350 но этот экземпляр эта модель выпускалась на европу в начале двадцатых годов харли-дэвидсон имел амбициозные планы борьбы точнее завоевания европейского рынка борьбы с триумфом тогда триумф господствовал безоговорочно на рынке европы английская марка и вот несколько по литературе поставок точнее две или три поставки в разных источниках по-разному этих мотоциклов было отправлено англию было отправлено в англию конечно по понятным причинам отсутствие сервиса дорогая цена новая марка ничего не получилось поэтому эта программа была открыта в двадцать девятом году и тут же была закрыта конкуренция не получилась этот мотоцикл мы нашли в швеции историю покупки тоже очень интересная вдова продавала два прекрасных мотоцикла jd 1200 27 года и модел д 29 года продавала поскольку собственно говоря они простояли порядка 40 лет у мужа в офисе муж и за jd 1200 она просила в два раза практически больше чем вот за этот мотоцикл логика простая состояние может быть чуть чуть лучше и год здесь 29 а там 27 вот мы вели переговоры о покупке двух мотоциклов сразу понятно что jd 1227 нам не интересен потому что у нас есть джейди 23 года они отличаются фактически визуально только баком каплевидным вот и немножко цветом мы провели переговоры купили один а насчет второго пришлось отказаться таким образом мы стали владельцами вот этого действительно уникального на сегодняшний день редко встречаются фактически не встречаются в продаже именно мотоциклы с объемом двигателя 500 кубических сантиметров ну и здесь же еще интересная такая двухглазая оптика впервые появилась и насколько я помню был еще модель by который имеет определенную связь и с украиной то вы знаете есть такая информация но не в одном из серьезных источников подтверждения этому я не нашел то есть по поводу того что его сборка ну вернее не сборка скажем так пиратское производство велось на территории харьковского автосборочного завода в 1931 году по моему так советское время автопром мотостроение советское мотостроение она естественно формировалась оглядкой на америку на развитие страны европы вот и опытные экземпляры собирались десятками какая-то была модель и пошла ли она в серию я думаю что скорее всего до серийного выпуска не дошло дальше мы рассмотрим наши мало кубатурные мотоциклы мопеды так называемые вот и не сложно узнать в них опять-таки аналоги наших карпат аналоги рижского мото завода все просто копировалась почистую и собственно говоря не муторствовали лукаво договориться ну давайте перейдем к в элла 45 до или до в элла 45 вот это абсолютно не редкий мотоцикл если предыдущий его было выпущено менее 500 штук то этих мотоциклов было выпущено порядка 30 тысяч этот мотоцикл во время великой отечественной войны в начале сороковых годов пол англизу америка огромным количеством поставила на вооружение красной армии там порядка 21 с половиной тысяч насколько я так помню по источникам и он же был еще и в канадской версии и красной армии к нему цепляли еще коляску дата гонорок до цепляли коляску значит от советского мотоцикла она прекрасно интегрируется даже коляска есть у меня такая вот но собственно нет необходимости пока цеплять потому что экономия места прежде всего это первое вот еще была одна версия очень интересная где эти мотоциклы выкрашивались в белый бежевый цвет для ведения военных действий пустынных регионов а вот harley-дэвидсон x-a который оппозит наверное единственный дал harley-дэвидсон вот приходилось его где-то наблюдать и не пробовали его да да вы про правильно говорите это единственный мотоцикл который имел оппозитный двигатель значит за все время сколько я нахожусь в общении с коллекционерами просматриваю сайты ни разу на продаже его не было говорят где-то в украине лет семь назад он был продан опять-таки кому-то вроде бы покупатель был в чехии но это редчайший экземпляр если бы он мне попался я бы естественно боролся за то чтобы его приобрести потому что это уникальный мотоцикл и владеть им это действительно большой успех ну и его же как собственные советские мотоциклы там m72 к 750 и так далее фактически harley-дэвидсон скопипастил с бмв р-71 да это фактически примерная копия бмв модель модель не знаю точно но однозначно да оппозитные двигатели бмв в них впереди планеты всей поскольку историю марки бмв мы знаем это авиационные двигатели они как правило и были оппозитными вот следующий экземпляр тоже имеет какие-то немецкие корни да вы знаете это не очень удачная попытка компании harley-дэвидсон заявить о себе на рынке мало кубатурных мотоциклов фактически это первая попытка почему неудачная потому что они сделали с оглядкой на свой предыдущий опыт сделали фундаментально сделали мощно с большим количеством металла в свойственной себе манере естественно цена вот люди покупающие такую технику они первую очередь смотрели на цены вот 49 год открыт этот проект эти мотоциклы выпускались порядка года с небольшим вот и в этом же году 49 может быть начале 50 эти мотоциклы были сняты из производства за счет того что не нашли своего потребителя от дкв никаким образом к нему не имела отношения дкв может быть и имела опять таки на том уровне что откуда-то нужно было брать идеи мы имеем очень интересную кинематику на переднем колесе вилку вот она очень похожа на дкв вот и вот эти большие колеса вот они где-то отдаленно напоминают ну что ребята вы видите что в этом музее просто фантастическая коллекция о которой еще рассказывать и рассказывать и подпишитесь на канал и в следующей серии мы расскажем про не менее интересные мотоциклы харли-дэвидсон которые вы тоже многие увидите впервые